Друзья, всем привет! Как ваше настроение? Как ваше здоровье? Я вот немножко захворал, мое здоровье не очень. Вышел на балкон подышать и послушать, как птички поют за окном. И заодно поделиться с вами своей находкой на вашем любимом китайском сайте, ближе к делу. Я думаю, вы все привыкли к тому, что Китай уже во все наступает на пятки крупным компаниям, давит их как может своими репликами. И зачастую они удачные, мы все привыкли. Как вы знаете, китайцы уже покорили наши сердца своими рамами. И в ход уже идут такие вещи, как колеса. Они уже начинают делать копии ротора, достаточно удачные, которые по весу обгоняют многие системы среднего сегмента ценового. Но недавно мы наткнулись на кое-что очень интересное. Я думаю, это вас удивит, хотя вы, может быть, это и видели. Я думаю, вы все привыкли к разного рода подделкам, репликам или каким-то схожим запчастям. Я думаю, ничем вас не удивить. Но мы нашли то, что, я думаю, точно вас удивит, а может даже и порадует. Как вы поняли из названия, это вынос. Копия Томпсона. Полная копия Томпсона. Его буквально не отличить от настоящего. К сожалению, настоящего у меня под рукой нету. Как вы знаете, что Томпсон поставляет, вернее, продает свои компоненты вот в таких чехлах. Не важно, что это, руль подсидел или вынос. Вчера Витя, когда взял это в руки, сказал, что материал этот по качеству лучше, чем у Томпсона. Но у Томпсона какие-то тряпки, так что уже как бы 1.0, да, в сторону Китая. Давайте я вам покажу, что все-таки в этом чехле лежит. Это полная копия Томпсон Элит Х2. Их двухболтовой версии. Посмотрите просто на это. Если у кого-то из вас есть такой вынос, я имею в виду оригинальный, я думаю, вы согласитесь, что это просто копия. Они просто скопировали все. По ощущениям, надо сказать, сделан он просто обалденно. Но пока каких-то явных косяков я не вижу, что-то криво. А, ну вот, блин, только сейчас заметил. Вчера в темноте оказалось ровно. Вот здесь, если будет видно, друзья, вот эта линия, она кривовато. Все здесь ровно. И вообще, как бы, докопаться не к чему. А почему не к чему, я сейчас скажу. Дело в том, что оригинальный вынос Томпсона стоит, я сейчас буквально смотрел на их официальном сайте, приблизительно 130 долларов. На Байкыне его наличия нету, но там он стоит, это 8700, ну, будем считать, что 9000. И с доставкой он выйдет там буквально в десюльник. Кошка по дереву идет. Вот отвлекают они меня без конца. Вес этого выноса 138 грамм. Я не могу сказать, сколько весит оригинальный вынос, у меня нет его под рукой. Давайте, наверное, от слов к делу попробуем примерить его на мою бричку. Посмотрим, как оно на велосипеде будет выглядеть. Все клички у меня есть. Итак. Итак. Так, первое, на что хочу обратить ваше внимание, то то, что в силу его высоты придется еще колечко одно подкладывать. Пойду с октопуса сниму. Ух ты! Вот оно. Друзья, не буду врать, этот вынос я уже вставил, мерил сюда. Так как этот вынос не мой, это вынос Алексея. Он купил его буквально как раз на тест. На нем из нас никто кататься не планирует вообще, вроде как. Первое, что хочу вам сказать, первое замечание. Этот вынос стоит использовать только с карбоновой пастой. Тут такая анодировка гладкая. И плюс у меня руль еще чуть-чуть подусосанный в местах зажима. То, что он вообще не держит нифига его этими двумя болтами. Добавив немножечко пасты карбоновой, все сразу изменилось. Сразу ровно поставил, прикинь. Да такое редко бывает. Вот мы и поставили вынос, друзья. Скажите, как вам? Томпсон или да? Как вам такая пародия? Посмотрите. Я вам не сказал. Угол у него 10 градусов. Так что не так уж он высоко смотрит. Вверх я считаю, смотрится очень симпатично. Мне, конечно, с ним надо еще вилку пилить. Выглядит забавно. Если вас не смущают вот эти надписи, то я считаю, вообще, это вариант более чем для вас. Насколько мне память не изменяет, ардентли переводится с английского как горячий или страстный. Но у китайцев нейминг всегда как бы на высоте всех названий. Это просто чума. Ё-моё, я только что вспомнил, что я цену не сказал, друзья. Вынос стоит 2.300 против его оригинальной версии за 9.000. Ну, как бы сравнивайте сами. Кстати, в их магазине на Алиэкспресс это не единственная копия Томпсон. Там есть еще их рули прямые и подсиделые. Я обратил внимание на то, что подсидел внутри. У кого есть подсидел Томпсон, они знают. Он внутри не круглый, а овальный. И там, как мне по фотографии показалось, то же самое. В общем, друзья, напишите, как вам вообще такая авантюра, стоит ли покупать или нет. Как вы вообще относитесь к китайским выносам. Стоит ли все это на себе испытывать, экономия вот эта. Хочу послушать ваше мнение, отношение к этим выносам, к Томпсону, к Куно и вообще к абсолютно любым выносам. На чем вы катаетесь и как вам вот этот вынос. Друзья, спасибо, что забежали на огонек меня послушать. На улице весна, скоро все высохнет, будем с вами кататься. Не болейте, друзья. Всех обнимаю. Всем мир. Пока.